Добрый вечер, друзья! Спасибо, что пришли на очередной короткий дайджест по обновлению Mindbox. Сегодня мы коротко пройдемся по обещаниям с прошлого вебинара, что сделали, с чем задержались, а потом покажем и расскажем про самый важный, в важном смысле значимый для бизнеса, новый функционал платформы и ответим на ваши вопросы. В конце будет важный анонс. Мы набираем желающих потестировать раннюю версию нового встроенного редактора сообщений Mindbox и будем очень рады добровольцам. Помогать мне сегодня будет Филипп Волнов, человек-оркестр, ведущий менеджер проектов и ответственный за ивенты и пиар в Mindbox. Ну и прежде чем начнем, давайте убедимся, что нас с Филиппом видно и слышно. Пожалуйста, поставьте плюсик, если это так. Давай подождем несколько секунд до первообратной связи, чтобы убедиться, что все хорошо. Хорошо. Но нам вот, видишь, коллеги пока не машут, что что-то сломалось, значит, все вроде как неплохо. Будем надеяться. Будем надеяться. Но пока, я так вижу в твоем чатике, ни одного плюса еще не образовалось, да? Может, просто у нас нет посетителей. Слушай, но минусы тоже... Так, замечательно. Победа. Отлично. Ну тогда начинаем? Да, поехали. Замечательно. Смотрите, формат у нас будет следующий. План мероприятия. 15 минут. Я думаю, что не больше, чем 15 минут мы потратим, собственно, на новинки, которые мы принесли на сегодняшний вебинар. После чего мы потратим столько времени, сколько будет нужно для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Вопросы лучше всего задавать в чатике. Тут они не потеряются. Ну а если так случится, что на какой-то вопрос мы не сможем ответить в онлайне, мы обязательно с вами свяжемся и постараемся все прояснить в каком-то персональном режиме в оффлайне. Естественно, вебинар будет доступен в записи. Запись мы разошлем по всем подписчикам e-mail-рассылок Mindbox и разместим его в YouTube. Кстати, я говорю про диджест. Для тех, кто не знает, у нас есть еженедельная рассылка про обновление продукта, подписаться на которую можно на сайте. Вот, собственно, Филипп сейчас показывает, где это. Да-да-да, вот такой вот путь из трех кнопок, собственно, где итогом подборка диджестов и возможность подписаться. Да, вот эта формочка справа, насколько я вижу. Да. Ну и ссылку на эту форму мы еще дополнительно скинем в чате, правильно? Да, я вот на слайде вывел ссылку, можно будет по ней перейти и, собственно, подписаться без проблем. Отлично. Ну а если вам захочется больше деталей, поковыряться руками, как оно работает во всяких молочах, и вы наш клиент, то ждем вас в чатике интерком прямо в платформе, вот, собственно, тут у Филиппа слайд, который показывает, где находится интерком. А еще, если вы наш клиент, вы можете просто обратиться к своему персональному менеджеру. А если вы еще не наш клиент, то, пожалуйста, вот форма заявки на сайте, пишите нам, пишите мне на контакты, пишите Филиппа на почту, мы будем рады ответить на ваши вопросы и провести персональное демо по тем функциям, которые оказались вам наиболее интересными. Все так. Окей. Давайте, наверное, начнем с тех обещаний, которые мы, ну, я на самом деле, дали прошлый раз на нашем вебинаре, по-моему, в августе или сентябре. Полгода назад. Полгода назад, да. Первое, наверное, самое больное. Мы обещали выкатить отчеты по акционным механикам и программе лояльности. Обещали. И они готовы. Они готовы и должны стать доступны для всех пользователей платформы до конца января. Я думаю, что часть из вас ими уже пользуются. К сожалению, мы зафакапили со сроками. Мы обещали сделать их, типа, в сентябре получилось по факту декабрь, но то и сделать получилось больше, чем мы обещали. Например, сейчас мы сохраняем в платформе анонимные, они же неавторизованные чеки, ну, или заказы для интернет-магазинов. То есть, это те, которые не содержат идентификатора покупателя. Соответственно, это открывает для нас новые возможности по продуктовой аналитике. Можно ее делать по всем чекам, чекам, по всем заказам, а не только по покупкам совершенными участниками программы лояльности, как это было раньше. Собственно, давайте посмотрим, как они выглядят. Передаю слово Филиппу. Да, я, собственно, перехожу к демонстрации платформы и прямо сразу начну с отчетов. Перед вами отчеты по программе лояльности. Я здесь расскажу про несколько разделов. Первый, который вы видите сейчас на экране, это отчет по охвату программы лояльности. То есть, по нему вы можете понять, ваша программа лояльности, она популярна и активно используется, или же нет. Можно наращивать охваты. Можно смотреть в разрезе выручки, в разрезе заказов. Соответственно, и даты. Можно по дням, по неделям, по месяцам. Другой пример отчета, который здесь есть, это отчет по средней скидке, когда вы просто можете понять, а, собственно, какую часть маржи вы теряете за счет скидок, которые раздаете. Можете смотреть на скидки, которые раздаются баллами, и на те скидки, которые раздаются акциями формата 1 плюс 1 равно 3, каскадными скидками и так далее. Ну, поскольку у нас-то все есть. Ну, и, наверное, третий раздел покажу. Это отчет по среднему чеку. Вы можете посмотреть, как ваши акционные механики влияют на изменение среднего чека среди ваших клиентов. Кратко обсужу, да, ну, расскажу, да, про остальные разделы. Собственно, потраченные баллы, сколько баллов клиенты накопили суммарно, сколько они тратят, какое количество участников программы лояльности, как активно это число изменяется, и, собственно, количество покупок, как активно ваши клиенты делают заказы и какое количество этих заказов сделано в рамках программы лояльности. Вот, собственно, про... Пробуйте, пользуйтесь, давайте нам обратную связь, чего не хватает. Будем доделать. Второе обещание, которое мы давали в сентябре, по-моему, это, ну, собственно, редизайн интерфейса платформы Mindbox до конца 2022 года. За прошедший квартал мы обновили несколько экранов, четыре самые важные из них. Это страница списка продуктов, экран продукта, экран редактирования данных покупателя и список покупателей. Филипп, покажешь, что у нас тут? Да, все так. Я, правда, хочу перед тем, как покажу новые страницы, кратко показать, как оно выглядело до этого. Может, не надо? А давай, чтобы контраст был сильнее. Да, и одну секунду, если у вас возникают какие-то вопросы, не забывайте писать их в чат. Мы, как только закончим, сразу на них поотвечаем. Вот, например, про отчеты. Значит, как выглядело... Сейчас я перехожу на страницу клиентов. Вот как она выглядела раньше. Ваня глубоко вздыхает. Валит. Да, какие-то кнопки. Вот так она выглядела. И вот как она выглядит теперь. Мы убрали лишний функционал, которым никто не пользовался. И сделали функционал более очевидным. Например, вот я выбрал каких-то двух клиентов. У меня здесь понятное совершенно действие. Добавить клиентов в сегмент. Или совершить с ним какие-то операции. Изменить баланс. Да, начислить баллы. Объединить. Выдать промокод. Или прямо из этого меню отправить по клиентам рассылку. Давай, наверное, следующие страницы покажем. Страница редактирования клиента. Как в прошлый раз. Сначала показываю старое, потом новое. Старое выглядело набором полей. В которых тяжеловато разобраться. А вот новый интерфейс. Здесь мы все сгруппировали по каким-то смысловым категориям. Теперь рядом с имейлом и телефоном находятся и уникальные идентификаторы клиента из различных систем. Вот вы сразу понимаете персональные данные. И подписки сюда же перешли. Здесь вы можете посмотреть на какие каналы и тематики подписан ваш клиент. Ну и отредактировать по необходимости. Ну и также все дополнительные поля, которые вы заводите в системе. Тоже теперь вот здесь выражаются, сгруппированы. И в общем-то стали более очевидны. Важно, что это не карточка клиента. Это редактирование. Ну да, это редактирование. Конечно, но здесь, если ты заходишь в клиент, у него что-то есть, ты сразу можешь посмотреть. Так, ну и давай, наверное, к странице продукта. Страница продуктов старую я уже не могу показать. Мы ее, к счастью, выпилили везде. Но как бы покажу новую. Что здесь изменилось? На самом деле наглядность. Вы можете развернуть какой-то продукт, сразу получить о нем всю нужную информацию. Ну, главную, да, ключевую, которую наши клиенты активно пользовались. И если вам нужно что-то узнать подробнее, то здесь все данные точно так же сгруппированы. Они помечены какими-то иконками. Ну, то есть это просто интуитивно понятнее. А главное, все ключевое сверху. Вот, по интерфейсу. Все, рассказывай дальше. А я возвращаюсь к презентации. Да, теперь, собственно, мы закончили с обещаниями, которые мы давали на прошлом вебинаре. Давайте перейдем, собственно, к новым большим фичам. Крупным. В крупном смысле важным для бизнеса. Которые у нас появились за прошедшее время. Я для цели вебинара решил сфокусироваться на двух крупных функциях. Это модуль Media, совершенно новый модуль Mindbox. И функционал Stories в модуле персонализации сайта. Модуль Media, фактически, это модуль интеграции Mindbox с внешними рекламными площадками. Такими как Google, Facebook, Criteo, Instagram, Yandex, MyTarget и так далее. На бизнесовом уровне эти интеграции из интерфейса Mindbox позволяют делать три больших новых группы сценариев. Первая группа сценариев, она связана с управлением рекламой. То есть можно лучше управлять рекламой в этих системах. Например, пробросить в них идентификаторы покупателей, которые находятся у вас в оттоке, и запустить на них какую-то специфическую компанию. Этот сегмент будет постоянно обновляться. Или, например, сделать несколько разных сегментов VIP-покупателей по разным признакам. И сделать так, что внешняя система, например, Facebook, будет строить по ним look-alike аудиторию, look-alike компании, и сегменты будут обновляться. То есть вот эта look-alike аудитория у вас будет тоже постоянно обновляться. Это первая группа сценариев. Вторая группа сценариев, она позволяет использовать размещение и рекламу рекламной кампании на внешних площадках, таких как Facebook, как шаг коммуникационной цепочки. То есть, например, брошенные корзины. Вы можете отправить, допустим, цепочку из e-mail с увеличивающим оффером, потом обратиться к человеку в мессенджерах, и если уж совсем ничего не работает, то передать его идентификатор, например, в ретаргетинг-компанию в Cryteo, и показать ему ретаргетинг платный, дорогой, в самую последнюю очередь, если с вашей точки зрения это будет цена для конкретной ситуации. И третья группа сценариев, она про сбор лидов. То есть вы сможете собирать лиды, то есть подписчиков, e-mail, заявки из соцсети, например, таких как Facebook или Instagram, и автоматически включать собранные лиды, собранные контакты покупателей в вашу коммуникационную схему, делая дополнительные интеграции, не мучаясь там с интегроматами и прочим всем остальным, как это было раньше. Собственно, да, все эти сценарии, они бесшовно интегрированы в интерфейс, в Mindbox и в конструктор компании, и вам не потребуется делать, как я уже сказал, какие-то дополнительные интеграции, или заводить отдельный сегмент в какую-нибудь отдельную систему, например, в DMP, чтобы открутить компанию. Филипп, похвастаешься интерфейсом? Да, да, да. История же какая-то есть там, да? Да. А, да, про историю успеха. У нас, собственно, этот модуль без костылей, вот с красивым интерфейсом запустился в октябре-ноябре, где-то так. Что-то такое, да. И уже есть первый клиент, который пишет историю успеха. Они брали свою лояльную аудиторию и строили лукалек в Facebook, и там, собственно, стоимость привлечения сильно снизилась. Такие вот ребята. Вот, давай я теперь перейду в систему и покажу, как настройка всего этого выглядит. Тем более она делается за три клика, и я сейчас покажу, как. Это будет самая короткая демонстрация в мире. Допустим, вы хотите настроить выгрузку в Facebook какого-то сегмента лояльных покупателей. Вы берете один из существующих шаблонов. Если что, можно добавить какой-то новый, но есть готовые шаблоны с ключевыми социальными сетями. Я, например, сейчас выберу готовую связку Mindbox Facebook. Дальше указываются настройки аккаунта. Да, вот здесь вот немножко надо покликать. Дальше указывается, в какую аудиторию Facebook вы хотите, собственно, клиентский сегмент погружать. Дальше указываете, хотите вы хешировать данные или нет. Дальше вы указываете сегмент, который вы настроили в Mindbox. Грустно или весело, я все показал, готово. Ну, то есть, таких вот связок можно настроить минут за 20, и 30, и 50, если нужно, и выгружать огромное количество сегментов. Все, замечательно. Ну, вот, собственно, интеграция с медиа. Делается так просто, как показал Филипп. Все из интерфейса Mindbox, нативный и довольно удобный, на мой взгляд. Следующая большая новая штука, важная для бизнеса, как мне кажется, это Stories. Я, может быть, немножечко здесь олдскульный человек. Инстаграм не пользуюсь, и Stories для меня это не такая значимая штука. Но, со слов наших менеджеров и заказчиков, это важная, популярная история, о которой стоит рассказать на мебинаре. Итого, Stories – это новая фишка модуля персонализации Mindbox. Если вы пользуетесь персонализацией, нашим компонентом персонализации на сайте, то вы можете запустить Stories, такие же, как в Инстаграм или в Фейсбук, на вашем сайте, без интеграции прямо из интерфейса. Разумеется, внутри Stories доступны все инструменты персонализации Mindbox. Сегменты, таргетинг, товарные рекомендации, шаблонизатор и так далее. Собственно, у Филиппа есть под рукой где-то живой пример Stories, который он, наверное, сейчас и покажет. Да, я покажу прямо, как оно в реальности выглядит, и вы можете потом перейти на этот сайт и тоже попробовать. Я, в отличие от Вани, активно Stories использую в Инстаграме. И хочу сказать, что здесь принцип тот же самый. Нюанс лишь в том, что вы встраиваете Stories без разработки на свой сайт, ну или еще куда-нибудь. И, в общем, все готово. Stories поддерживают статичные картинки, анимацию, какую-то кнопку с ссылкой и так далее. Ну, в общем, как тот функционал, к которому привыкли все пользователи Stories. Что мне здесь нравится, это то, что все эти Stories можно персонализировать и показывать на конкретные сегменты. То есть, сегменту оттока показывать Stories с какими-то специальными предложениями. А, например, не знаю, поклонникам кремов для лица, ну, раз уж мы говорим об Арифлейм, показывать Stories с новыми коллекциями кремов для лица. Ну, ароматы и так далее. Интерфейс-то покажешь? Да, теперь я, собственно, покажу, как это все в админке настраивается. В элементах указывая, вы заводите необходимое количество блоков в Stories. Вам нужно загрузить всего лишь название и картинку, и ссылку, если она будет куда-то вести. А потом с помощью таргетинга указать, на каких страницах сайта в этот блок будете показывать и для какой аудитории. И все это настраивается через фильтры без разработки. Дальше просто запускаешь и все. Бинго. Готово. Вот такие Stories. Пользуйтесь, кажется, что штука полезная и прикольная. Смотрите, еще из обещаний, которые мы давали в августе, мы обещали поработать над производительностью и надежностью сервиса. Здесь мне тоже есть чем похвастаться, я специально это отложил под конец нашего рассказа. За последнюю чернопятничную неделю, за 2021 год, нагрузка на наш продукт выросла относительно 2020 года больше, чем в два раза. В том числе, это некая уникальная фишка этого года, больше половины нагрузки, больше половины отправленных сообщений пришлось на мобильные пуши. Это хорошо видно на графике, на правой части, мы нарисовали, сколько мы отправляем сообщений за чернопятничную неделю по годам. И, собственно, за пять рабочих дней, условно, чернопятничную неделю 2021 года, мы отправили больше миллиарда сообщений, примерно миллиарда сто. Примерно так же выросла нагрузка на наш API. То есть, мы отработали больше, чем 15 миллиардов запросов на API. То есть, это, в принципе, нагрузки и уровни нагрузки, сопоставимые с крупными системами, такие как, не знаю, Mail.ru, Яндекс.Акси, Авито и, в общем, большие взрослые системы. Что приятно, следующий слайд, Филипп, пожалуйста. Вот в эти чернопятничные недели, посмотрите, что у нас происходило с надежностью. Значит, общий тренд относительно 2019 года, он снижается, и в ноябре, в декабре, когда у нас, собственно, была критическая нагрузка, связанная с распадажами, с черной пятницей, прочим, 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 у нас не было ни одного серьезного инцидента, который бы заметил первый клиент, а не мы. То есть, все инциденты, которые случились, а их было мало, даже если сравнить год к году, посмотрите, как оно поменялось. Все инциденты, которые случились, недоступность, медленная работа, там что-то такое, они были обнаружены с помощью средств автоматического мониторинга и починены нами до момента, пока это привело к сколько-нибудь значимой заметной бизнес-проблеме на стороне заказчика. Конечно, есть еще над чем работать, в частности, у нас в этом году предстоит много сделать для того, чтобы обнадежить дополнительно модуль лояльности и интеграции с кассами, но кажется, что наше обещание по надежности и по производительности выполнять получается. Тенденция хорошая, постараемся удержать и дальше в наступающем 2022 году. Вот, объективно, цифры такие. Ну и под конец, немножечко про будущее, мне бы хотелось рассказать про новый встроенный редактор сообщений в Mindbox. Филипп, покажешь что-нибудь? Я буквально несколько скриншотиков собрал. Вот примерно так он будет выглядеть. Мы пока не можем сказать точные сроки, когда он будет залежен внутри продукта Mindbox, но тестировать его и давать нам обратную связь на тему того, что хорошо, что плохо, что работает, а что нет, можно уже прямо сейчас. Мы ожидаем, что он будет очень быстро развиваться и станет чем-то типа тильды для создания контента в разных каналах сообщений, в поп-апах и в встроенных блоках, и вы с помощью своей обратной связи можете сильно ускорить этот процесс. Поэтому мы очень заинтересованы в ранних пташках, в ранних пользователях этого продукта и приглашаем вас принять участие в тестировании этого редактора. Миграцию и мастер-шаблон для целей тестирования мы сделаем бесплатно. Чтобы, собственно, принять участие в тесте, вы можете написать нам в чатик, написать Филиппу Вальному на e-mail. Можете написать мне. И мы еще планируем бизнес-завтрак, посвященный этому редактору. Пока без дат, но мы обязательно его пронансируем. Приходите, будем рады вас видеть. Пожалуй, из основных новостей на сегодня у меня все. Конечно, кроме больших каких-то ярких, сразу заметных улучшений, мы еще сделали там, наверное, миллион всяких полезных, приятных мелочей, которые делают работу с продуктом удобнее, комфортнее, ну, в ежедневной рутине как бы. Быстрее. Да, но, к сожалению, формат нашего вебинара коротенький, он не дает мне возможности рассказать об этих мелочах все. Поэтому я вас приглашаю еще разочек на наш сайт. Вот у нас есть специальный раздел, который называется продукт. Да, и мы там выкладываем обновления. Они достаточно подробно написаны. Welcome, пожалуйста. Кроме того, если вам лень ходить по сайтам, мне лень, например, там, да, вы можете подписаться на наше продуктовое обновление, так как я сказал в самом начале, и быть в курсе происходящего у нас примерно раз в неделю, раз в неделю, раз в две недели, когда он уходит в подготовленное время. Даже реже выпускаем специально, концентрированное, раз в месяц, кажется. Ну, да, то есть есть дайджест, а есть как продуктовое обновление. Ну, то есть на любой вкус истории. И, наверное, что? Следующий вебинар аналогичного формата с обновлением продукта мы планируем выпустить ориентировочно в апрель 22-го года. Ввести его будет Игорь Калиновский. Product Owner Mindbox по продуктам машинного обучения и персонализации. Никаких спойлеров. И я надеюсь, что там тоже будет интересно. А теперь время для ваших вопросов. Филипп, что у нас там с вопросами? Сейчас. На самом деле уже есть. Тут знающие специалисты сразу увидели Леттерос. Да, это Леттерос, но мы ожидаем, что он очень сильно поменяется в ближайшее время. Там много всего готовится. Без сроков, но ждите. Так, собственно, вопрос. Для выгрузки в рекламную сеть надо прокликивать каждый сегмент? Нельзя массово. В каких идентификаторах происходит загрузка? Значит, прокликивать каждый сегмент. Если вы выгружаете в одну аудиторию и хотите выгрузить несколько сегментов, здесь бы я посоветовал самое простое. В один сегмент собрать несколько через или. Это делается очень быстро. И таким образом вы всего за одну связку выгрузите сразу несколько сегментов. Вторая часть вопросов, в каких идентификаторах? Имейл, почта и, насколько я помню, любые другие внешние идентификаторы можно передавать. Нужно просто разметить всю информацию, типа, что вы выгружаете. А пока вопросов больше нет, давай подождем. Да, давай подождем, наверное, пару минут. И если вопросы будут, мы на них ответим. А если нет, пожалуйста, мы доступны везде, включая соцсети и, так сказать, в опыте. Да, давай что-нибудь обсудим, пока мы ждем вопросы. Я вот, знаешь, думал сразу набросить, типа, Ваня, а что следующее мы выпустим в ближайшие три месяца? Ух, слушай, после того, как мы промахнулись с отчетами, мне немножечко страшно что-то обещать. То есть мы, как бы, можно сказать, наверное, о направлениях без сроков, да? То есть у нас будут новые отчеты, которые, просылки по состоянию базы, они в работе там, да? Ожидается, что они появятся скоро, да? Но пока сроки не могу сказать. У нас вот история с Letters, кажется, она проработана достаточно хорошо. Там будет новый дизайн, куча новых функций, да? Опять же, вот пока без сроков. И у нас планируется много всяких инфраструктурных историй, которые должны повлиять на надежность модуля программа лояльности. Да, это то, что сильно болело. У нас есть некая зависимость надежности от Яндекс.Облака, и там, к сожалению, с этим бывают сложности. Мы это починим. Так, вопрос. В сторис входит модуль персонализации или нужно докупать? Нет, нет, входит. Входит модуль персонализации. Можете прямо сейчас начать настраивать. Ничего специального там не нужно. По-моему, там даже готовят шаблон, ты просто из него, собственно, собираешь. Прямо в интерфейсе. И как бы его. Так, ребята, когда-нибудь будут диплинки в имейлах? Слушай, а у нас же будет... Вот я помню, что мы это обсуждали в ноябре, в декабре, когда, собственно, прийти... Слушайте, давайте мы запишем. Я вот просто боюсь обмануть вас с ожиданиями. Это кто спросил? Айжан, Айжан, да. Айжан, мы вернемся. Дай мне день, я тебе завтра там срок. Так, следующий вопрос. А еще вопрос про клиентов поп-механик. Кажется, что анонсировали спецтарифы для таких, но когда будет конкретно? Хороший вопрос. Обсуждается. Последнее, что я слышал по этому поводу, это типа следующая неделя. Но давайте мы уточним, мы, наверное, скажем точно. Да, вот, мы координат Алексея запишем там, да, и, соответственно, к вам вернемся. Прошу, чтобы я сделал Капитан, это будет, наверное, ну, прямее всего. Логично. Угу. Так, давай еще подождем. Социальные тарифы. Да, интересная тема. Да, да, то есть там можно будет для тех, кто раньше использовал поп-механику, и не использовал Майндбокс ранее, правильно? Да. То есть, можно попробовать не оценить платформу. Так, да, напрямую поп-механика была дешевле. Да, это правда, но смотрите, тут такой нюанс, что работать в два окна, вот я даже сам могу сказать, потому что я запускал компанию поп-механики в Майндбоксе в рамках персонализации, работать в два окна со второй системой ну, значительно тяжелее. То есть, если вы директор по маркетингу и не знаете, как страдает ваш маркетолог, я вам могу сказать точно, что он не страдал при работе в двух окнах. В одном окне это сильно быстрее, потому что у тебя все под рукой, все сегменты, все фильтры. Так, поехали еще вопросы. А, нет, вопросов нету, тут просто сразу ура ждем, тарифов ждем. Да, замечательно. Вот, так что там добавленная стоимость от того, что... Ценность. Добавленная ценность от того, что вы используете одно окно, она, ну, ее легко недооценить, как мне кажется. Так, хочу протестировать лет раз. Какого-то? Елизавета Михейкина. Елизавета Михейкина, да, супер, записали. Вот, ну да. Скопируешь себе. Мы по записи посмотрим. Удей, собственно. Замечательно. Супер, шум. Ну, тогда вам кажется, что все. У нас вопросов сегодня немного, да, коллеги? Тогда спасибо большое, что пришли. Как и обещал, мы разошлем всем запись вебинара. И следующий, который проведет Игорь Клиновский и Филипп Польнов, будет ориентировочно где-то в апреле. Спасибо вам большое. Не болейте. Хорошего вечера. Пока. Субтитры подогнал «Симон»